В Мангостаусской области активно решается вопрос безработицы среди граждан, вышедших из мест лишения свободы. В текущем году служба пробации трудоустроила на постоянную работу 13 человек. В каких сферах работают граждане после освобождения, расскажут наши корреспонденты. Адаптация в обществе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, зачастую протекает сложно, так как многие работодатели не хотят устраивать к себе бывших заключенных. Однако, благодаря поддержке государства, граждане, освободившиеся из тюрьмы, могут устроиться на работу в теплице, в цех по сборке мебели, кафе и другие заведения. Их трудоустройство способствует и неправительственные организации. Меня трудоустроили на работу, устроили мотористом. Сейчас я прохожу испытательный срок, плюс оформление документов тоже со службы пробации. Да, жизнь налаживается, несмотря на это, и хочется жить, и тоже приносить какую-то помощь, как принесли мне со службы пробации. Представители службы пробации региона работают совместно с индивидуальными предпринимателями. Ведутся переговоры с целью трудоустройства тех, кто начинает новую жизнь на свободе. До конца года планируется трудоустроить около 30 человек, заключив партнерские соглашения с владельцами пяти малых предприятий. В 2020 году мы трудоустроили 10 человек, обед и ужин им предоставляются по месту работы бесплатно. Кроме того, ранее осужденным оказывается медицинская помощь. В настоящее время заработная плата небольшая, но тем не менее, ранее осужденные обращаются к нам с просьбой трудоустройства. Мы тесно работаем с центром занятости. В Актау на пробационном контроле состоит 631 человек. Многим помощь могут оказать близкие люди и родственники. Ну а те, кому требуется помощь, но оказать ее некому, получают поддержку благодаря контролирующему органу. Бывшим заключенным оказывают бесплатную психологическую и юридическую помощь. Сергей Уланов, Айдана Мауленко за Аманда Каманкулов, Рустам Жумашев, ТДК-42, Мангистауская область.